Всем привет, с вами Шима, очень рада видеть вас на своем канале. Это вторая часть моего видео о гардеробе. Как я уже говорила в первой части, которая, кстати говоря, была о сумках. Если вы ее не видели, то кликните вот на эту картинку и перейдете туда. Ссылка откроется в новом окне. Это так я подсмотрела своей подруге Милы на канале. Это популярный на англоязычном канале ТЭК. Также его уже сняла Вики 3000. Мне очень понравилось видео девчонок, идея. Я тоже решила снять видео на этот так. Так называется мой гардероб. На английском он называется Closet Confidential. Первый пункт. Самая старая вещь в вашем гардеробе. У меня есть однозначно самая старая вещь в гардеробе, которую ношу я почти каждый день. Это ремень. Этот ремень носил мой дедушка, когда был младше, моложе, чем я сейчас. То есть этому ремню уже больше 50 лет. Его носил мой дед, потом его носил мой папа, моя сестра. И последние уже лет 15 ношу его я. Ношу его все время без скиду. И выглядит вот так. Летом я практически ношу только один этот ремень. Если говорить именно о вещах-вещах, у меня огромное количество вещей, которые я ношу со школы, начиная с 6 класса. Да-да-да, я ношу некоторые вещи с 6 класса. То есть школу я закончила уже 9 лет назад. О боги! И вот посчитайте, сколько лет назад я могла носить многие вещи. Просто у меня большинство гардероба, как я говорила в первой части, осталось в Англии. И из того, что сейчас здесь есть со мной, из того, что я действительно часто ношу, это, наверное, вот такая водолазка. Я этой водолазке уже где-то 10 лет. Она продолжает выглядеть практически как новая. Конечно, уже не только-только новая из магазин, но если ее погладить, в принципе, она выглядит как новая. Люблю я такие графические узоры. И джинсы. Очень много у меня, на самом деле, джинсов, которые я ношу тоже уже больше 10-15 лет. Конкретно вот этим уже около 11 лет. Люблю я необычные вещи со всякими вставками. Они раньше были такие темно-синие, но не прям совсем темные, а практически темные. То есть вот здесь можно видеть, какой цвет у них раньше был. Почти все джинсы у меня рвутся на коленках. Этим повезло, потому что у них нашивки. Сзади тоже защита от стираний. Карманы уже все, конечно, потерлись. Карманы вот здесь были тоже замши. Под замшу. Вернее, это не настоящая замша, а под замшу. Они облезли, но выглядеть хуже они от этого не стали. Тоже на молнии кармашки. И застежка под замшу. В общем, очень их люблю. Уже даже, наверное, не найду, что это за фирма. Второй пункт. Самый новый предмет гардероба. Так как обувь тоже предмет гардероба. Последнее самое, что я купила, это вот такие вот макосины, если их можно так назвать. Хотя, наверное, все-таки скорее какие-то ботинки. Если кто-то знает, как называется такой тип обуви, то мне напишите, чтобы я была более грамотной. Это хилфигер. Купила в эти выходные. Очень-очень мне понравились. Тут выбито хилфигер. Мне кажется, на лето идеально носить с бриджами и с какими-то укороченными штанами, с шортами, с юбками, да подо что угодно. Замши. Мне очень нравится светлый цвет. Единственное, я боюсь, что ей будет хана. Очень быстро, потому что я такой человек бесшабашный. Который носится где-нибудь в опыде. И я боюсь, они очень быстро испачкаются, потому что они светлые. Супинация в них. Сразу же я купила точно такие же, но тряпочные. Синие, темно-синие покажу в покупках. Ну, в общем, обувь хилфигера лично мне очень подходит. И мне кажется, она довольно-таки стильно выглядит. Также покажу вам не только обувь, но и последние покупки из одежды. Самый последний это вот такой блейзер. Кто следит за мной в инстаграме, конечно же, его видели уже на мне. Очень мне понравился. Это блейзер от Манго. Сидит хорошо, довольно-таки приталенный. Мне нужны обязательно сильно приталенные вещи, потому что у меня тонкая талия. И все время на мне все мешком. На плечах идеально сидит. Также ворот делается стоечкой. Сделан он из хлопка. Я обожаю хлопковые пиджаки. И у меня был очень похожий от Манго красный. Мой любимый блейзер. К сожалению, я его потеряла. И думаю, как раз вот с этими макосинами будет просто отлично. Следующий вопрос. Самая дорогая вещь в моем гардеробе. И тут две вещи, потому что, честно говоря, уже не помню, что из них дороже. Уже тоже давно брала. Это мое любимое пальто от Макс Мара. Зимнее. Оно шерстяное. Уже такое потрепанное изрядно, потому что я в нем хожу с Эльзой. Его, как большинство моих зимних вещей, можно видеть в «Моя зимняя одежда» видео. У меня было где-то год назад. Для тех, кому сложно искать, вот здесь я вставлю картинку. Если вы на нее нажмете, то у вас откроется видео о всех моих зимних вещах. И моих зимних гардеробе, в принципе. Там и осенний, и зимний, и кое-что весеннее даже есть. И примерно в этом же диапазоне стоила моя дубленка. Такая вот она, как у Шаляпина. Я иногда ее одеваю, я чувствую себя Шаляпином настоящим. У нее огромный меховой ворот. Такой вот он прям приятный. Она какая-то неубиваемая. Я уже и на даче, и где с ней только не ездила. Она очень приталенная, эта дубленка. Мне нравится ее выделка из разных материалов. То есть тут замша обработана, чтобы она не пачкалась, не промокала. И у нее такая глянцевая идет обработка края, окантовка. Также на карманах, пуговицы к этому всему и край. И она тоже как халат завязывается на поясе. Следующий вопрос. Самая дешевая или доступная вещь в моем гардеробе. Это также можно отнести к находкам. Такая вот жилетка. Я просто всю зиму кайфовала в ней. И прошлую, и нынешнюю. Это, наверное, один из самых таких фаворитов в одежде этой зимой. Мне очень нравится, как она сидит с белой рубашкой. Сейчас извиняюсь, что у меня мятая эта рубашка, но гладить было некогда. Сзади затягивается, что мне очень нравится. То есть, можно делать прям вообще ее по талии. Показывала ее во влогах своих некоторых. Все заценили. Фуговицы у нее сделаны из ракушки. Это тоже манго. И стоила она всего-навсего 300 с чем-то рублей. То есть, либо 300, либо 370. Ну, в общем, в этом каком-то смешном совершенно пределе. Я вообще не знала, что что-то можно купить за такие деньги. И мне кажется, это вещь, которая не выходит из моды. И вторая демократичная вещь, которую я ношу чаще всего зимой, осенью, весной. Это чаще, чем вот эту рубашку. Я не надеваю ничего. Это рубашка от H&M. Она мне очень нравится, потому что она опять-таки приталена. На видео все кажется намного больше, чем на самом деле. То есть, она сидит прям вплотную почти по фигуре. Стоила она в районе 14 фунтов. Это очень дешево за такое качество, потому что год я ее ношу без скида. У нее все швы идеальны. Она не выцвела. Это классическая вещь. Уже такая классическая casual вещь, которая подойдет всем. Которая не выходит из моды тоже. Ее можно и летом полу расстегнутую носить с шортами. Также можно завязывать ее снизу с голым животом, с джинсовыми шортами ходить. И опять-таки с макосинами. Наверное, одна из самых моих любимых вещей. Также у нее классно здесь сделана выточка по плечу. То есть, здесь не просто вшито оно, а еще такие, как накладочки на плечах есть. И пятый пункт это находка. Находка имеется в виду, что это была либо очень редкая вещь, либо она была на каком-то очень серьезном сейле, и вы ее нашли. И очень рады этому, потому что носите очень часто эту вещь. У меня таких вещей много, но именно в Москве у меня не так уж их много. Одним из этих находок является вот такое платье от Ted Baker. В принципе, у меня много платьев от этого дизайнера, и я люблю их. В этом платье я была в видео о чае. У Ted Baker платье стоит 150-200 фунтов. Это я купила в Outlet в Bistro Village. У нас в Англии за 80 где-то, около 80. То есть, больше чем в два раза скидка была, больше 50%. Молнии расстегиваются до самого низа, хорошо сидит с пиджаками, с сапогами без каблука. Моими черными, Dione, которые вы уже много раз видели в аутфитах, во влогах, очень хорошо смотрятся. Вторую находку купила я где-то пару недель назад в Zara. То есть, они где-то на 10 сантиметров выше щиколотки. И купила я их за 700 рублей всего. То есть, это какие-то копейки за брюки. Они необычной такой модели. Еще из находок покажу то, о чем просто не могу молчать. Показывала, опять-таки, во влогах своих, в покупках. В видео я уже сидела и каждый день хожу по дому. Это замечательные костюмы Jack Wheels. Я купила отдельно, продаются у них толстовки. И точно такие же штанишки к ним. Много раз вы его видели, тоже многим понравилось. Jack Wheels вообще обожает, честно говоря, их жилетки дутые. И очень качественная продукция. Если покупать толстовку и спортивные штаны, это обходится где-то в 150-160 фунтов. Я купила все вместе где-то за 80. Опять-таки, где-то в два раза дешевле. Супер материал. По дому ходить просто нереально круто. С начесом брала на зиму. Следующий пункт. Самая бесполезная большая трата денег. В принципе, не могу сказать, что у меня хоть что-то из вещей есть, что я не ношу. Но этой зимой купили вот такие мауги с мамой. Очень мне понравились эти уги. Особенно, как они смотрятся вот с такими цветастыми брюками. И к дубленке они мои подходят идеально. И когда я шла домой, я острой дверью от подъезда разрезала себе этот уг. И одела я их всего три раза. Так вот у меня распоролись они. Поэтому, конечно, очень обидно, потому что обувь не дешевая. Но что поделать, бывают такие неприятности. Ну и последний пункт. Любимые вещи в гардеробе. В этом теге три всего вещи надо показывать. Но я не могу показать три. Я покажу сразу много вещей моих самых любимых. На первом месте, конечно же, мое любимейшее платье. Вечернее, длинное. От Теда Бекера. Вот сюда вставлю картинку. Его со мной нет, к сожалению. Но я не могу о нем не сказать. Здесь вот сейчас будут мельгать фотки с этим платьем. Идеальное платье для каких-то приемов, для свадеб, если это свадьба где-то за городом. Или такой вот большой, большая пышная церемония. Оно отлично смотрится. Для каких-то оксфордских баллов, на которые я, собственно, его и одеваю. Также у меня куртка кожаная, которая осталась в Оксфорде. Черная косуха от Zara, самая любимая. Также как куртку, если не сильнее, я люблю вот этот пиджак. Он же блейзер. Там меня будут 50 раз, наверное, поправлять, что я неправильно называю. В общем, вот этот блейзер от ГЭС. Его я одеваю и летом, и зимой, и весной. И также от ГЭС очень часто прошлой зимой. И это и носила клубы. Иногда на дни рождения я одевала вот такое платье. Оно коротенькое. Покупала его в Нью-Йорке, в Мессисе. И ни капли не пожалела. Кружевное. Качественно очень все сделано, как всегда, у ГЭС. И смотрится обалденно. Мне кажется, оно мне идет. И все говорят, что оно мне идет. Оно подчеркивает фигуру. Сидит как в литое. При этом можно с ним много кушать. Потому что оно такое тянущиеся. И не чувствуешь себя в нем, как в корсете. В отличие от каких-то таких более утянутых платьев и карандашей. Следующее мое любимое платье от French Connection. Обожаю английский French Connection. Потому что в России совершенно другие вещи. Как я уже много раз говорила, в этом магазине продают другого уровня. French Connection у них очень красивые модели. Платье просто обожаю. Оно как на каблуках, так и без них. Очень красиво смотрится. Такой у него нежный цвет. Голая спина. То есть вот здесь ничего нет у нас. И внизу бантик. Очень миленький. Можно носить опять-таки как зимой, так и летом. Это, наверное, одно из самых любимых платьев у моего мужа. Если говорить о строгих каких-то платьев, то это Карен Миллен. Показывала его в покупках давным-давно. Говорила опять-таки о том, что очень люблю разные фактуры. То есть тут у нас идет материал прозрачный. Тут идет вышивка грубая. Потом вышивка идет по сетке. Потом вышивка по более мелкой сетке. И тут совершенно другой материал. Очень красиво выглядит. Это, конечно, одна из самых дорогих коллекций у Карен Миллен была. Но, мне кажется, это и видно. Потому что вещь очень качественная и сидит как влитая. И последняя из вещей, которая у меня здесь, моих любимых, это вот такой вот блейзер от Ted Baker. Показываю во Влоде, как всегда, в покупках. Я взяла его не глядя, когда увидела вот эту шикарную совершенно подкладку шелковую. Просто вырви глаз. И понятно, что никто ее не видит, кроме тебя, когда ты ее одеваешь. Одно то, что я знаю, что там такая веселуха, мне уже нравится. Для меня, кстати, важно как для блейзеров, так и для сумок, в общем, для любой одежды, чтобы она внутри была такая же красивая, как снаружи. Потому что если внутри там будет фиг знает что, то, конечно, я буду расстроена этим. И я буду знать, что какая-то вещь у меня не очень. Очень тщательно показываю в своих покупках. Строчка фиолетовая, что мне тоже очень нравится. То есть такие вот мелкие дизайнерские штучки, как фиолетовая строчка или прошита одна фиолетовым пуговицей. Это очень классно и приятно. И за это я люблю Ted Baker. На этом буду заканчивать. Мне кажется, какое-то адски долгое получилось видео. Но надеюсь, что оно было интересным. Желаю вам всего самого лучшего. Не забудьте посмотреть первую часть этого видео про сумки. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока.